Всем здравствуйте! С вами университетский хронограф. Солнечные деньки октября пролетели незаметно, а пока все радовались теплу, наши студенты не только упорно занимались, но и участвовали в самых разных проектах и конкурсах. Ну а с главными событиями этой недели познакомлю вас я, Андрей Салми. Сегодня в выпуске. Награды нашли своих победителей. Клуб мышления в точке кипения. Смех продлевает жизнь и приводит к успеху. Если вы следите за тем, чем живет наша студенческая молодежь, то знаете, насколько активны, талантливы и изобретательны наши ребята. Как успешно представляют они тверские вузы не только на региональных, но и всероссийских площадках. Они достойно демонстрируют командные и индивидуальные возможности. Вот и на прошедшей неделе они убедительно доказали это. Одним из самых популярных стал традиционный конкурс «Студент года». Региональный этап всероссийской национальной премии завершен. И победители собрались на торжественном вручении наград. Рассказывает Алина Шуленина. Этого дня с волнением ждали и участники конкурса, и те, кто болел за них, желая победы. И вот в точке кипения Тверского государственного университета состоялась церемония награждения лауреатов премии «Студент года-2021». В конкурсе участвовали студенты высших учебных заведений города, к которым в этом году присоединилась и военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Жукова. Признание себя или признанием сообществом себя как лучший студент в какой-то из номинаций, я считаю, что это большой бонус для молодого человека. Это как бы один из этапов его развития, его становления. В этом году региональный этап проходил заочно. Но, несмотря на некоторые трудности, многим ребятам удалось показать себя очень активными, целеустремленными, творческими личностями и стать победителями в различных номинациях. А было это не так просто. Мне нужно было собрать все свои дипломы, которые я получала за какие-то достижения, за организацию мероприятий. Также нужно было сопроводительные письма и характеристики от различных организаций, либо от своего университета, где я как раз занималась активной деятельностью. И еще нужно было видеоролик о себе подготовить. Конкурсанты боролись за победу в самых разных сферах деятельности. Среди номинаций были «Общественник года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», а также коллективные номинации. Студент года – это один из тех конкурсов, который был важен для меня как для личности, как для личности студента, как для творческой личности. И для меня, наверное, важно было просто попробовать, а могу ли я. А впереди у ребят еще одно главное испытание. В Томске пройдет федеральный этап конкурса «Студент года-2021». А мы, Алина Шуленина и Алексей Горовий, желаем ему успеха в самых разных номинациях. И, конечно, новых побед. Ну что же, присоединяемся к этим пожеланиям. Удачи ребятам и на федеральном этапе конкурса. Еще об одном интересном событии. В «Точке кипения ТВГУ» состоялось торжественное открытие «Клуба мышления». Подробнее об этом в сюжете Александры Кошелевой. Торжественное открытие «Клуба мышления» состоялось здесь, в университетской точке кипения. Деятельность клубов разворачивается в нескольких форматах, которые включают лекции и мастер-классы, решения задач, освоение онлайн-курсов и, конечно, соревновательные практики в развлекательном виде. Для того, чтобы начать работу, претенденты подавали заявку в письменном формате. Немало интересного рассказал ребятам гость, лидер школы «Протоколы мышления» Михаил Кожаринов. А сама структура этого проекта предполагает самые разнообразные формы. «Клубы мышления» — это сеть региональных сообществ, объединяющих людей, которым интересно развивать свое мышление, интересно решать задачи, которые возникают, задачи нового типа, которые ставят перед нами, новое время, и, соответственно, находить те когнитивные инструменты, которые наиболее применимы к конкретным задачам. Это могут быть бизнес-задачи, могут быть задачи по развитию территории, могут быть образовательные задачи. Не секрет, что мир меняется, и важно находить те инструменты, которые помогут решить, справиться с вызовами нового времени». Открытию клубов предшествовал цикл подготовки. В первую очередь будущие клубы должны были выбрать лидера, провести демо-трек для знакомства с некоторыми школами мышления и принять участие в проектировочной сессии. А теперь участники получили возможность прояснить для себя некоторые вопросы, чтобы вскоре приступить к работе. «Цель, конечно же, это нетворкинг, познакомиться с разными людьми, тоже талантливыми, яркими личностями, которые к чему-то стремятся, у которых тоже есть цели определенные, ну, естественно же, прокачать мышление и, наверное, еще там присоединиться к какой-то команде, то есть помочь чем-то, чтобы это был взаимообмен». Для самих участников эта творческая встреча стала отправной точкой к новым знаниям. А организаторы клуба ставят перед собой новые цели, чтобы такое общение в точке кипения ТВГУ было не только занимательным, но и полезным. В том, что это так и будет, не сомневаемся и мы, Александра Кошелева и Алексей Горобий. Студенты ТВГУ поразмышляли и напрягли свои извилины для решения интеллектуальных задач. Но ведь успешно работают те, кто и отдыхать умеет. Завершился финал сезона студенческой лиги КВН Кубок ректора ТВГУ. Кто на этот раз признан самым веселым и находчивым? В сюжете Дмитрия Жабина. Игры КВН уже давно стали частью жизни студентов. Многочисленные болельщики и поклонники игры с нетерпением ждали финала этой лиги. Борьба за советный Кубок ТВГУ свела вместе четыре достойные команды. Третий лишний, сейчас скажу спасибо, Коронавинус и Драйв. Ну, скрипыши, у него же ступаново нету. Финалисты соревновались в четырех конкурсах. Приветствия, разминка жюри, музыкальный биатлон и музыкальный финал. Команды скрометно шутили, заражая всех весельем. А мы, как команда из Тверского государственного университета, точно должны забрать кубок ректора Тверского государственного университета. Девчонки, а вы прям уверены, что у них кубок есть? Жень, это кубок ректора, у них точно есть кубок. Но у них ректора не прям особо. Жень! Несмотря на то, что лига называется кубок ректора ТВГУ, в этот раз, кроме ребят из Тверского государственного университета, за первенство боролись и студенты политеха, команды Коронавинус и Драйв. Атмосфера была дружеской и задорной. Казалось, что студенты хотят просто различить себя и других. А заветный приз для них был лишь приятной наградой за вечер смеха. Очень здорово. Местами очень смешно, а в целом просто смешно. Нет, ну правда, получили большое удовольствие. И очень здорово, что выступали не только команды Тверского госуниверситета, а и Тверского технического университета. Это тоже очень сдруживает, сближает студентов. И в этом смысле это тоже классно. Победителями этого сезона по количеству набранных очков стала команда ТВГУ «Третий лишний». Примечательно, что кубок ректора эти ребята выиграли второй раз подряд, хотя победу досталось непросто. Нам было тяжело, потому что мы выступали самыми первыми, и мы боялись, каким будет зал. Может быть, какие-то шутки, какие-то им не понравятся шутки. Но зал нас тепло сразу же принял. И вообще это был очень сложный финал, потому что все четыре команды претендовали на победу. И такое редко бывает, потому что обычно какая-то команда может оказаться слабее, какая-то наоборот в разы сильнее. Но сейчас все было неизвестно до самого объявления жюри. Еще один сезон студенческой лиги завершился, но впереди нас ждет еще множество не менее увлекательных игр. Весело болели за команды и мы – Дмитрий Шайбин и Алексей Горобий. Поздравляем команду победителей, а тем участникам, кому в этот раз не повезло, желаем одержать победу в следующем году и никогда не сдаваться. Ну а сейчас наступило время традиционной встречи с проректором ТВГУ Натальей Сердитовой. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна. Уходящая неделя сложилась увлекательно для многих. А что нас ждет на следующей? Здравствуйте, Андрей. 19 октября мы всех приглашаем в ДК «Химволокно» на премьерный показ этнографического фильма «Молотатутская свадьба». Очень долго этот фильм готовился, но тем не менее сейчас мы очень рады представить его на суд зрителей. С 20 числа начинаются активные посвящения в студенты. И на следующей неделе такие мероприятия пройдут на физико-техническом факультете, на химико-технологическом факультете и на математическом факультете. А 23 и 24 числа в точке кипения Тверского государственного университета на Советской улице, дом 58, пройдет Межвузовская школа КВН. Ждем всех на наших мероприятиях. Ну и погода важна при этом. Солнышко еще дождемся? Погода до конца этой недели находится в рамках климатической нормы. Ее характер будет определять североатлантический циклон. Поэтому по-прежнему не забываем с собой зонтики и правильную одежду. Температура воздуха в выходные дни, в дневные часы плюс 8, плюс 9 градусов. Ночные столбики термометров будут упускаться до плюс 3, плюс 4 градусов. При этом ветер будет юго-западных направлений. В субботу и воскресенье довольно ощутимый 6-7 метров в секунду. А в понедельник стихнет до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу 743 миллиметра тутного столба. В воскресенье 746 и в понедельник тоже 746 миллиметров тутного столба. А вот начиная со вторника наш регион с синаптической точки зрения окажется в холодной тыловой части этого циклона уходящего. И мы ждем такое вот серьезное полярное вторжение. Выразится это прежде всего в снижении температуры воздуха в дневные часы до плюс 4 градусов, а в ночные до небольшого минуса. И осадки будут такого смешанного характера, и мы увидим, возможно, местами первые снежинки. Но, безусловно, это будет просто такая даже не проба зимы, и этот снег, конечно же, не ляжет. Но, тем не менее, имейте это в виду и одевайтесь уже теплее. Ветер будет северных и северо-западных направлений 4 метра в секунду. Атмосферное давление поднимется до нормального 750-752 миллиметра ртутного столба. Я всем желаю хорошего настроения, удачи. С вами Тверской государственный университет. Спасибо, Наталья Евгеньевна. Вот так сложилась эта неделя. Впереди, как вы понимаете, студенческая жизнь будет не менее интересной. Постараемся обо всем рассказать в университетском хронографе. А поскольку осень с ее непогодой не самое благоприятное время, напомним еще раз. Не забывайте о рекомендациях врачей. Заботьтесь о своем здоровье. Ситуация с коронавирусом продолжает быть тревожной. И значит, очень важно выполнять требования безопасности. Это и масочный режим, и, конечно же, вакцинирование. Берегите себя и своих близких. А сейчас время прощаться. Увидимся через неделю.